В Перми один из родителей Дашкалят пожаловался в Роспотребнадзор на песню, прозвучавшую во время празднования Масленицы в детском саду. Отцу показалось неуместным творчество некогда популярной группы Балаган Лимитед, в котором звучит перечисление алкогольных напитков. Масленица, весело и пилища, вот от пива и вино, вот и ватра и пилища. Несмотря на то, что прозвучавшие слова носили характер антиалкогольной пропаганды, власти Перми очень болезненно отреагировали на появление этого видео в интернете. В Министерстве образования края немедленно была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что праздник Масленицы был организован частной компанией в муниципальном детском саду «Гармония», расположенном в новом микрорайоне по улице Чернышевского. Этот садик был открыт менее года назад, и проведение такого праздника в нем было организовано впервые. Тем не менее, ответственность за то, что происходит на территории дошкольного учреждения, лежит на руководстве, сообщили в мэрии столицы Прикамья. В программных материалах образовательных учреждений имеются перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использоваться в учебном процессе. Репертуар группы «Балаган Лимитед» в этот перечень не входит. По решению мэра Перми Дмитрия Самойлова, выговор за допущенный инцидент получила заведующая детским садом Светлана Бурцева и начальник управления дошкольного образования города Ольга Ершова. Роспотребнадзору же предстоит проверить фирму, организовавшую проведение этого праздника в детском саду. Напомним, ранее похожий скандал приключился в Челябинской области, где 1 сентября перед школьниками поселка Новосинеглазово выступила кавер-группа с песней Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и песней группировки «Ленинград». «Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой». Пользователи соцсетей, обсуждая оба эти инцидента, высказывают разные точки зрения. Одни обвиняют жалобщиков в ханжестве, утверждая, что дома у себя дети слышат еще и не такие песни. Другие выступают за тотальную цензуру произведений различного творчества, требуя оградить детей даже от таких классических прибасенок, как «я там был, мед пиво пил» или «ладушки-ладушки, что ели кашку, что пили брашку». Субтитры создавал DimaTorzok